В студии Татьяна Голубева В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня Смотрите в этом эфире Электронные сигареты продавать несовершеннолетним не будут Как краевые депутаты намерены бороться с армией курильщиков Ни один из взрослых не прекратил курение Чтобы водитель видел вас в темноте Барнаульские школьники вручили пешеходам самодельные светоотражатели А вот это светоотражающий элемент Чтобы вас было всегда видно на дороге Торжественные службы, освящение куличей и радостные лица Православные встретили светлое Христово Воскресенье Началась новая рабочая неделя Она будет очень короткой Скоро майские праздники А у православных верующих эта неделя самая светлая Пасхальная Каждый день великий Страстная седмица следует сразу после Пасхи Вместе с верующими Светлое Христово Воскресенье Встретили и наши корреспонденты Пасхи Протик открыл, закрыл, молодец Для меня лично означает этот праздник Что спасение, о котором идет речь И собственно ради которой была жертва крестная Свершена, да Это спасение от греха Когда мы охвачены гневом Или там охвачены страстью Очень четко русский язык фиксирует, да, наше состояние Охвачен То есть как оковами какими-то, да А любовью мы переполнены Так вот, вот от этого охвата спасения Оно состоялось, поэтому мы радуемся Вот собственно это и означает для меня лично праздник Для меня лично это олицетворение семейных традиций То есть это семья, это ценность Вот любовь, примирение, взаимопонимание Для меня то же самое За меня жена все сказала Мне уже 80 лет Но я пришла и отстояла в службу Нашему великому Господу Богу Чтобы были добрыми Самое главное, добрыми Чтили, чтобы не было войны Вот самое главное намер Будьте здоровы, ребятки Илья Кочетков, Николай Шилко День с толком Да, здоровья лишним не бывает К сожалению, не все это понимают Или понимают, но очень поздно Алтайские депутаты в окончательной редакции Приняли закон о запрете продажи вейпов Несовершеннолетним Теперь продавцы электронных сигарет и жидкостей Для них по аналогии со спиртным Должны будут спрашивать у покупателя паспорт И отказывать в продаже, если тому меньше 18 лет Председатель комитета по здравоохранению и науке КЗС Александр Лазарев объяснил Электронные сигареты должны были стать альтернативой для курильщиков Этого не произошло А ароматизаторы лишь усугубили ситуацию Ни один из взрослых не прекратил курение Среди молодежи началось повальное увлечение Этими новыми вредными привычками И сегодня ВОЗ насчитывает по 1% прироста Привлечения к этой привычке Среди молодежи, подростков и детей Александр Лазарев пояснил, что алтайский закон Создан для профилактики Его доработают, как появится соответствующий федеральный закон Уже известно, что новые правила продажи вейпов заработают с 1 июня А вот Владимир Путин назвал беспределом заключение Марии Бутиной в тюрьму В пятницу в Вашингтоне состоялось судебное заседание Там наши землячки вынесли приговор 18 месяцев тюремного срока Те 9 месяцев, что уже девушка провела в заключении, ей зачтут После Бутину депортируют в Россию После оглашения приговора МИД страны заявил, что решение суда Политически ангажировано И по сути девушку осудили только за то, что она является гражданкой России Владимир Путин добавил, что американский суд удерживал девушку безосновательно Он отметил, процитирую, это тот самый случай, который называется Спасение лица или борьба за честь погон Напомним, Мария Бутина признала себя виновной в незаконной деятельности в интересах России Она пошла на сделку с американским следствием, чтобы избежать многолетнего тюремного заключения К сожалению, не всегда удается избежать трагедии на дорогах Только с начала года в ДТП пострадало 28 детей, есть погибшие Сотрудники полиции говорят особо внимательными Нужно быть в темное время суток, когда водитель практически не видит пешеходов Но стать заметнее можно, в этом убеждены барнаульские школьники С сотрудниками ГИБДД они дежурили на оживленных участках улиц С какой целью, расскажет Андрей Дреер Нерегулируемый переход, Ленинский проспект Самое подходящее место, чтобы напомнить пешеходам о безопасности И кому это сделать, как не детям А вот это светоотражающий элемент, чтобы у вас было всегда видно на дорогах У меня внук родился, я его повешу на колясок Замечательно Вот так дети помогают всем прохожим себя обезопасить О свето-возвращающих элементах многие забывают или пренебрегают ими А принцип блестящий прост Свет возвращается к его источнику И вот водитель уже видит вас в темноте Чтобы у вас всегда было в вашей темной одежде, заметно на дороге Спасибо И помните, вас всегда ждут дома Ну вот такой светоотражающий элемент ручной работы И сотрудники только что мне рассказали, что носить их лучше всего на штанах Ну потому что ночью в темноте может светить все что угодно И пачка сигарет, и разбитая бутылка А так, светоотражающий элемент всегда в динамике И водитель увидит, что это все-таки живой человек Свето-возвращающие элементы имеют разную форму Это брелоки, браслеты, тканевые нашивки на верхней одежде пешеходов В том числе их можно изготовить самостоятельно Как это сделали учащиеся из 125-й школы Ученики начальных классов 125-й школы Работали, конечно, не для того, чтобы покрыть потребность всех пешеходов города А чтобы понять светоотражатели, необходимо в первую очередь им самим За три месяца на территории города Барнаула зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий В которых 28 детей получили телесные повреждения В преддверии летних школьных каникул ГИБДД города Барнаула Проводит множество профилактических мероприятий В том числе «Стань заметнее на дороге» Стать заметнее для водителей детям необходимо Особенно в свете того, что о ДТП с участием ребенка в Барнауле Последний раз сообщили меньше двух недель назад Тогда мальчик умер Андрей Дреер, Алексей Фризин День с толком Продолжим выпуск В Барнауле уже начали подготовку ко Дню Великой Победы К сожалению, свидетелей тех страшных лет с каждым годом становится все меньше То, что видели они, мы можем видеть лишь на фото Берлин 1945 года глазами простого солдата В художественном музее края представили архивные снимки Которые долгое время хранились в семейном альбоме одной барнаульской семьи О важности подобных выставок и о том, как с помощью любительских фотографий Можно по-новому посмотреть на известный период истории Расскажет Илья Кочетков Около десятка фотографий, портреты, групповые снимки, копии наградных документов Все это долгие годы, больше 70 лет Могли видеть лишь члены семьи Лихацких В 1945 году Николай Савельевич Лихацкий участвовал в штурме Берлина Когда бои утихли, появилось время для отдыха, для прогулок и для фотографирования Куратор выставки Светлана Артюхова признается Глядя на лица этих молодых по 20 с небольшим лет солдат и офицеров С особой ясностью осознаешь, войну выиграли буквально вчерашние школьники Появляется осознание того, что человек, который прошел, вот ему 19 лет Он молодой человек, он видит грязь, он видит боль, он видит страдания И у него хватает жизни, тяги жизни, чтобы запечатлеть Памятник Бисмарку, Бранденбургские ворота, Александр Плац Знакомые многим знаменитые берлинские достопримечательности в непривычном ракурсе Но и в таких любительских фото есть еще один плюс Они отражают то, что на официальных победных фото чаще всего не увидишь Судя по всему, в 1945 году прекрасно понимали, что солдатам стоит перевозить домой В Советский Союз снимки не только на фоне полуразрушенных вражеских зданий Но и другого рода снимки повеселее, что ли Вот, пожалуйста, настоящая фотозона, хотя и слова такого тогда явно не знали По некоторым деталям видно, что ее установили прямо на улице одного из немецких, вероятно, городов Чтобы солдаты могли вот такие вот прекрасные снимки сделать По мнению организаторов, помимо основной познавательной роли Выставка сможет напомнить барнаульцам, что и в их семейных архивах Возможно хранятся такие же исторические богатства Посетить саму выставку можно будет до 26 мая Илья Кочетков, Алексей Фризин, День с толком Ну а сейчас немного полезной информации В Барнауле открылась новая аптека новосибирской компании А вот чем она отличается от прочих, расскажем прямо сейчас Скорость и удобство Такой главный принцип первой в Барнауле аптеки робота Мелисса Открывшейся в формате дискаунтер Теперь долгие очереди перед кассой в прошлом Все благодаря электронной системе талонов Ожидать поиск нужного товара тоже не придется С этим справится робот Внутри робота работают две умные головы Которые распределяют товар по полочкам Скорость выдачи с момента подачи заявки потребителя на кассу Составляет 8-12 секунд В Мелиссе также можно заранее заказать товары онлайн на сайте Они, кстати, представлены в широком ассортименте Это и лекарственные препараты, биологически активные добавки Медтехника, детская продукция и огромный спектр лечебной косметики Известных брендов Самое главное, специалисты аптеки Мелисса Всегда готовы помочь вам сделать правильный выбор А цены на ассортимент вас приятно удивят Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компании Валар У меня на этом все новости о развитии событий Расскажем в 19.30 Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин